И снова всем здравствуйте, друзья! Сегодня у нас вторник, 18 июня 2024 года, и продолжают таблоиды и все газеты английские на первых страницах выпускать самую главную новость, суперновость. Принцесса Катерина вернулась, вернулась триумфально, вернулась красавицей после своего очень долгого отсутствия в течение шести месяцев её никто не видел на публичных мероприятиях. И вот она снова с нами, снова со своей семьёй, выглядит прекрасно. Вот эту фотографию особенно любят все газеты, все таблоиды, и все её только и показывают, и рассказывают. Какая прекрасная семья Кейт и Уильям. Снова вместе, снова на публике со своими великолепными детишками. Принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и маленьким принцем Луи, который завоевал, в общем-то, тоже популярность давным-давно своими смешными выходками. Он всё-таки сумел перетянуть часть внимания всех журналистов и публики опять на себя. Вспомним его прекрасный танец. Это было что-то. И опять все показывают во всех новостях, какой замечательный у нас, непоседливый и в то же время великолепный и смешной принц Луи. Но, конечно же, основное внимание публики было направлено исключительно на принцессу Катерину, принцессу Уильскую Кейт Миддлтон. Ну а как же иначе? Ведь она не показывалась на публике с декабря 2023 года. И что только там не говорили. Каких только версий не выдвигали. Одна страшнее другой. И вот вам, пожалуйста, принцесса Кейт со всеми своими тремя детьми торжественно вернулась на публику, да ещё в такой шикарный день, как день рождения короля. Как пишут британские газеты, принцесса Кейт не могла не поддержать своего любимого фаза-ин-лоу, короля Чарльза. И даже впервые на балконе они встали не по протоколу. Кейт поставили рядом с королём, хотя обычно рядом с монархом должен стоять будущий король, то есть принц Уильям. Вообще, конечно, когда мы впервые посмотрели в прямой трансляции этот репортаж, королевскую семью на балконе показали не очень чётко, издалека. Как-то, знаете, урывками, отрывками. И у многих, очень у многих закралось сомнение. Это всё-таки была принцесса Кейт, или это был кто-то другой, очень сильно похожий на неё. Ну и на следующий день британская пресса и телевидение показало очень много близких снимков принцессы Кейт. Наверное, всё-таки для того, чтобы публика окончательно убедилась, что это была именно принцесса Кейт. Ну, невозможно найти двойника столь похожего и внешне, и во всех манерах улыбки. Как она движется, как она разговаривает с детьми. Всё это, конечно, было очень тщательно всеми обследовано, буквально чуть ли не под микроскопом. Вот эти все крупные планы Кейт Миддлтон показывали снова и снова её ослепительную улыбку. Но потом стали появляться другие фотографии, которые напугали многих. Вот посмотрите, одна из таких фотографий, когда принцесса Кейт, возможно, не видела, что за ней наблюдает камера. И вот именно в такие моменты, когда она не включала свою дежурную красивейшую улыбку, мы видим, какие грустные глаза и какое лицо у принцессы Кейт. И тогда становится понятно, как сложно принцессе Кейт держать марку, держать лицо, выглядеть прекрасно. И всем становится понятно, насколько сильная эта женщина, как она может прекрасно держаться, несмотря на все свои проблемы. А проблемы, конечно же, есть, и они огромные. И как сама Кейт призналась в своём Инстаграме, иногда бывают хорошие дни, а иногда бывают дни очень плохие, когда просто нет сил что-либо делать. Ну вот нашли один из хороших дней, и Кейт смогла выйти на публику к людям. Но всё равно, если камеры на неё не направлены или она не видит, когда её фотографируют, посмотрите на лицо Кейт. Это вот они едут на парад, на машине сначала, а потом пересаживаются уже в карету, как по традиции заведено. И вот видно здесь как-то, знаете, Кейт и Уильям сидят, отвернувшись друг от друга. И на этой фотографии, к сожалению, не видно, что Уильям поддерживает свою жену, как требуется этого. И совершенно эта фотография резко отличается от той, которую нам постоянно показывают и афишируют все газеты. Очень удачно камера уловила момент, именно когда вот так они разговаривали на балконе. И действительно, так хочется всем британцам верить в счастливый конец, в эту прекрасную сказку, что всё у них прекрасно, Уильям и Кейт снова вместе, дети их счастливы, и они всей семьёй, поддерживая друг друга, смогут победить эту страшную болезнь. И Кейт опять будет, как всегда, счастлива Ив радовать нас своей красотой и замечательной улыбкой. А вот король Карл выглядел на этой церемонии не очень хорошо. Прямо скажем, было видно, что человек очень себя чувствует, неважно, и он даже этого и не старался скрыть. Вообще, в прошлом году Чарльз принимал парад верхом на лошади, как и положено по протоколу. Но вот в этом году он не потому, что у него возраст не позволяет, а именно из-за того, что ему врачи запретили, потому что у него была операция, именно операция простаты, как говорят, и верхом на лошади ему принимать парад. Было категорически запрещено, что, в общем-то, в его-то положении и при его заболевании совершенно правильно и справедливо. И все помнят этот ужасный инцидент, который случился несколько лет назад на таком же параде, когда ехавший верхом на лошади 79-летний фельдмаршал вдруг почувствовал себя очень плохо, и он зашатался в седле и очень неудачно рухнул вниз с лошади просто головой об асфальт. И удивительно было, что он еще не так сильно пострадал. Он попал, конечно, в госпиталь. Ему сразу же оказали всю необходимую помощь, но этот инцидент запомнили все и уже решили с королем Карлом так не рисковать. Ну, а молодой красавец, принц Уильям, которому всего лишь 41 год, конечно же, принимал парад верхом на лошади. И надо отдать должное принцессе Анне, которой на данный момент 73 года, и она тоже принимала парад верхом на лошади. Хотя принцесса Анна занималась конным спортом с самого детства. Это ее любимый вид спорта, поэтому, наверное, и неудивительно. Принцесса Анна также, конечно же, присутствовала на балконе, и ее знаменитый плюмаш на шляпе. Ну, а что же королева Камила? Что-то мы о ней совсем забыли. Королева Камила, конечно же, тоже присутствовала, рядом стояла, поддерживала как могла короля своего мужа Карла. Но выглядела королева Камила, несмотря на свой прекрасный наряд, выглядела как-то в этот раз не очень-то весело. И на балконе она попыталась заговорить с Кейт. Ничего не получилось. Она попыталась также заговорить и с маленькой Шарлоттой. Но Шарлотта та вообще почему-то вела себя очень странно и отвернулась, не поддержала разговор. Также Шарлотта отвернулась и проигнорировала, когда ей что-то сказал король Карл. Вот это вот тоже такая непонятная история. Девочка Шарлотта очень взрослая. Она повзрослела буквально за этот год. Напомню, что принцессе Шарлотте 9 лет сейчас. Ее старшему брату, принцу Джорджу, будущему королю, 10 лет в данный момент. И Луи самый младший, ему 6 лет. Нашла вам специально детские фотографии. Вот это Джордж малюсенький, будущий король II на престол. Это принцесса Шарлотта, красавица. Все говорили, что она очень похожа на свою бабушку, королеву Елизавету II. Но сейчас говорят, что она похожа на своего отца, принца Уильяма. Принцесса Шарлотта, как любая девочка, повзрослела раньше своих братьев, и Джорджа, и тем более Луи. И она им, знаете, как мать и как учительница, ведет себя с ними совсем по-взрослому. И вот этот танец опять сейчас я вам покажу. Когда танцевал принц Луи, она всячески пыталась его остановить. Да и на балконе тоже видно, как она ему постоянно делает замечания. Вообще на балконе, на мой взгляд, какая-то неловкость между принцем Уильямом и принцессой Кейт все равно ощущалась. И все говорят, что именно дежурная улыбка все время была на лице у Кейт Миддлтон. И даже когда она повернулась, один единственный раз к своему мужу-принцу Уильяму, она ему улыбнулась своей дежурной улыбкой. Несмотря на эту дежурную улыбку, все равно язык тела, глаза, они говорят совершенно о другом. Но это мое такое мнение. Все, наоборот, эту фотографию расхваливают и считают, что просто все у них замечательно. А вот что касается отношения Кейт с детьми, многие здесь тоже раскритиковали, что якобы это вообще не Кейт, что это какая-то совершенно другая женщина, и что у нее якобы нет никакого контакта с детьми, дети на нее не обращают внимания. Мне так не показалось. Все было у них прекрасно. И даже вот любимчик ее Луи, посмотрите, он постоянно оборачивается на свою маму, он постоянно пытается что-то с ней дискутировать, разговаривать. По крайней мере, мне показалось, что контакт у нее с детьми такой же, как всегда. Другое дело, что иногда опять мы могли видеть очень грустную Кейт, когда она думала, что на нее не обращены все взгляды и все фотокамеры. Принц Уильям в этот раз больше, по-моему, даже чем обычно бывает, общался со своими детьми, постоянно что-то им объяснял, порассказывал и показывал. Они вместе смотрели парад. В небе парад ВВС. А посмотреть, конечно, там было на что. Очень красивый парад. Я вот немножко даже вам тут сняла. Отдельно именно про летчиков. Ну, а что касается публики на балконе Букингемского дворца, то заметили все, что очень как-то было там у них грустно и уныло. И людей было очень мало. Даже если мы сравним мероприятия, то же самое Trooping the Color, когда еще Елизавета II была жива. В ее последний такой же день рождения, 15 июня, посмотрите, какой был чудесный балкон. И там присутствовало, по-моему, больше 40 человек на балконе. Что же касается мероприятия 2024 года, то все говорят, что его спасла своим присутствием только лишь принцесса Кейт Миддлтон. И вот одна из журналисток написала очень интересно. Корона спасена надолго, и в этом заслуга исключительно Кэтрин. Все вздохнули с облегчением. Жива! И триумфальное возвращение любимой принцессы Уэльской разом положило конец всем сплетням и кривотолкам. Камила проиграла этот раунд однозначно. Достаточно посмотреть на ее унылое лицо на параде. Кэтрин дала себе простор действий. Можно еще полгода не появляться на публике, спокойно продолжать свое лечение. Теперь уже все точно уверены, что принцесса Кейт победит страшную болезнь. Порадуемся им мы с вами чудесному возвращению принцессы Уэльской Екатерины. Кстати, англичане сразу поверили, что это Кейт Миддлтон, а не какой-то двойник.